Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я хочу просто поделиться с вами одним видосиком, которое мне посчастливилось закатать, но закатать исключительно в разрезе реплея. Я решил его запустить тогда, когда увидел результаты и, соответственно, заснять видео по поводу того, как чувствует себя могильщик в таком великолепном, я бы сказал, режиме, как столкновении. Почему я считаю данный режим великолепным? Потому что в нем нет всякой, ну, ереси такой, как летающие танки таранящие друг друга, какие-то улучшения, забирающие силы у противника и так далее. И в данном режиме вы просто играете, при этом, ребят, вы играете на уменьшенных по размерам масштабах карты и с меньшим количеством соперников, а именно вы играете против пятерых соперников. То есть играем не 7 на 7, а 5 на 5, кто не знает, что такое столкновение, и на меньшей карте. И мне, честно говоря, такие бои даже нравятся. Чем нравятся? Потому что в них очень легко выполнять боевые задачи, в том числе клановые боезадачи. Я заехал сюда со своим совзводным, ну и, соответственно, с ним вместе мы воевали. Что с этого получилось, сейчас увидите. И, кстати, отдельно обозначу, мне очень-очень нравятся могильщики, не только в столкновении. Машина очень классная, но и занимает одно из почетных мест в моем ангаре. Я очень люблю его выкатывать исключительно ради фана. Да, безусловно, не ради фарма, не ради того, чтобы получать большой средний урон к своей статистике, за которой я, кстати, ребят, не гоняюсь, а просто ради удовольствия и удовлетворения. Вот сейчас, играя, я уже на нем сделал три фрага. Кто-то скажет, что это были недобитки, и в частности, отчасти так оно и есть. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, много ли вы можете сделать вот таких вот фрагов, не имея быстрой перезарядки. А могильщик обладает, как я бы сказал, одной из лучших пушек на седьмом уровне по одной простой причине. Потому что барабан у него перезаряжается с такой скоростью, как перезаряжается цикличная пушка, но имеет шесть снарядов, которые могут одновременно раскидывать в несколько соперников. Согласитесь, это очень удобно, когда у вас есть несколько недобитых товарищей, которых вы добираете своим орудием, раскидывая по каждому из них по несколько снарядов, при этом оставаясь постоянно в бою. Итак, ребят, по результатам боя у меня получилось сделать пять фрагов из возможных пяти. Да, некоторые ребята были недобитками, здесь я не спорю, но стволы минусовать это тоже весомый вклад. Две тысячи семьдесят пять единиц урона, пять фрагов и пятьдесят две тысячи с серебром. Я считаю, что я бы мог, конечно, и больше накосить. Просто соперники почему-то от меня постоянно куда-то пытались убежать, но и отвлекались на моих союзников. А в целом могильщик может делать и куда покруче. Что касается фармов пятьдесят две с половиной тысячи, ребят, в этом режиме, то это с учетом активированного прем-аккаунта, а без према тридцать одна тысяча восемьсот. Тоже, согласитесь, довольно неплохо за пустяковый бой в неполные три минуты. Вот мне кажется, что столкновение и есть тот самый идеальный режим для игры, если вы хотите как можно быстрее нафармить себе серебра, ну и отчасти нафармить себе опыта. Ну, допустим, нафармить опыта на каких-нибудь машинах, которые вы пытаетесь сейчас выкачать, ну или хотите пофармить себе свободку, включая бустеры. А на данный момент у меня все. Если вы за честные обзоры, если вы за фановое видео, если вы за честные розыгрыши, которые можете перейти на условия которых, точнее, можете перейти по вот этой вот ссылочке, посмотреть, возможно, вас заинтересует в моих розыгрышах, которые я планирую проводить, вероятность выигрыша один к десяти, гораздо выше, чем у варгейминга, согласитесь. Поэтому, ребятки, если вы за честные конкретно обзорчики, если вы за честные видео, без того, чтобы вам писали в глаза, подписывайтесь на мой канал, я показываю танки такими, какие они есть на самом деле, и товары в магазине в том числе. А на данный момент все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok